Всем привет, с вами Прия. Сегодня вскрываем легендарочки на твинках, всякие различные, интересные, надеемся получить не Сефус, не Придас и не какое-то там пылкое желание Килджедена, надеемся получить что-то топовое, ну и вскрываем недельные сундучки. Опять же, в надеждах получить что-то классное по типу челюсти, ледопасти и прочего. Впервые упала легендарочка для ДХ, и это Синедария Симбион. Хорошая легендарка для начального бурста, но, увы, не более. Ну а также на Одине весьма хорошо эта легендарочка себя показывает. Ну что, идем дальше. А дальше, по-моему, легендарный предмет у меня есть на Варлоке. Это я точно помню. Зайдем за него и как раз проверим, то, что упал ли он на Варлока мне за эту неделю или же нет. По-моему, был дроп. Хотя я могу ошибаться. Эту неделю я не особо уделял время Варкрафту. Было несколько других интересных моментов, которым нужно было уделить свое время и внимание. Ну, прогружайся ж ты, что ли, ну... Штармград, алло. Ну, он сразу прогрузился. Чувствует просто. А нет, это все обман. На Варлоке у меня ничего нету на почте. Ну, ладно. Идем к вскрытию сундуков. Начну на шамане. Уж для шамана-то у меня точно есть легендарочка. Купил за тысячу сущностей на Воине легендарный предмет и повезло. Это легендарный предмет для шамана. Персонажа, в который в текущий момент я развиваю. Чуть-чуть. Хотя и так на нем легендарочки классненькие и весьма неплохие. Но суть в том, что все равно придется их все собрать. Просто с целью того, чтобы аналогично потом получать легендарочки для других классов, играя на шамане. И вскрывать еще больше легендарочек на твинках. Почему бы и нет. Так, продаем весь мусор. Вскрываем недельный сундук. Ну-ка. Шея 960. Она ни к чему мне, так как я использую при ДАС. Если я буду вариатировать легендарные предметы, то только при таком условии зайдет эта шейка. Так я к почте забыл подойти. Ну, это не беда. Прогрузиться в Даларан можно быстренько и... Все спокойно с почтой забрать. Так, ну что, легендарный предмет для шамана. На самом деле, не так-то много и легендарных предметов конкретно для хила осталось. Это нагрудник, запястье. Что еще осталось? Ноги, корни шалдра сила. Ступни. Колечко на цепнуху. И все. Ну и, конечно, видение амонтула. Куда же без них. И это кольцо на цепнуху. Хорошо. Пускай оно полежит где-нибудь... Ну, в другом месте. Он не особо меня интересует. Заберю весь мусор. Распылю его. Уже позже. И пришло время идти на друида. Сейчас скрою на друиде, потом на воине, потом на паладине, и потом только на рыцаре смерти. Конечно же, мне хочется за ДК пролутать что-то классненькое по типу реликов или, там, не знаю, тринчки какой-нибудь кайфовенькой. Например, талисман хаоса для дамагера. Почему бы и нет? Открываем сундук. Что это там? На плечи. Я в прошлое КД, да, лутанул 980-й рогу. Я в это КД лутаю 980-е плечи. Вам не кажется это удивительно? Только честно. Ну и вскрываем легендарочку для друида. Она упала мне с близко трона. О, эко-дух. Здравствуй. Так, а что там по модификаторам? Кишащий, взрывоопасный, укрепленный. Много усиленных мобов, выпускающих сверки. Интересно. Очень. Идем на воину. Просто 980-е плечи. Если бы они упали на ДК, эти 980-е плечи, ну, они бы ушли на продажу. Было бы, наверное, еще обиднее. 65-е ноги. С приоритетом в крит. Ну и зачем они нужны? Да они ни к чему, абсолютно. Увы. Они даже в списке уделя у меня добавлены. Отличный выход. Твинки одеваются. Вар в виде старого мейна не одевается. ДК в виде текущего мейна. На самом деле, для ДК очень сложно что-то вытянуть полезное с мифического недельного сундука. Если что-то и вытягивать, то это нон-сеты 970-х и выше эквипа. Шейка. Насколько уже ожерельем-то можно падать? По-моему, последние 2-3 кд лутаю ожерелье для своего паладина. Или мне кажется. Не знаю, оставлю. Может быть, плащ упадет и вообще сет в итоге соберу выход. Последний персонаж. ДК. Посмотрим, какое издевательство сегодня я получу для своего рыцаря смерти. Угу. Специализация лёд. Поехали. 965-й лёд. Угу. Ну, сейчас посмотрим. Хорошо. Реликейт хорошо. 18-й качел. Угу. Так, поюзаем баджики. И сейчас ещё вскроем 2 тринкета за аргунит. И вскроем сундучок в гермисе с аргерасом. Поехали. Лёд. Раз. Лёд. Два. Понятно всё. 910-й. 910-й. Но это-то вещица гладиатра. Она пойдёт на аннигилят. То есть в 15-ть отголосков получу. А сундучка плащик. Угу. Хорошо. На самом деле не очень-то хорошо, но всё же. Идём к тигелю. И в тигеле уже рассмотрим более детально эту реликвию. Конечно же, если сейчас в самой последней строчке прокнет амбидекстрия, или при сильной второй полосе прокнет что-то типа холодный как лёд, или мокрое место, то может быть, может быть, эта упавшая реликвия льда будет лучше тех. Которые в текущий момент у меня стоят. Я переписал маленько веса, основываясь на данные с сайта BloodMallet. Открыв вкладку реликвии, я прописал их, обновил маленечко и извлёг для себя несколько интересных вещей. Да, шмот одену специально для фроста, пускай будет надетый. Смотрим. Недавно упала такая реликвия с утробы. Итог таков, что на 0.53 очка моё текущее гнездо в виде льда получше. Но нас интересует упавшая реликвия, 65-я. Смотрим. Что это? Амбидекстрия? Да быть такого не может. Это ещё и привязка теней. Вау. И что мы получаем? Мы получаем улучшение для фроста. Хоть и небольшое, но всё же это плюс два уровня предмета. Отлично. Прокачиваем раз, прокачиваем два, прокачиваем три. Чудно. А вот, собственно, новые веса для фроста. Ну, как-то так получается в текущий момент. Само собой, Амбидекстрия в топе, потом мокрое место, потом холодно как лёд, потом румнический мороз, потом буйство ветра. Ну и так всё абсолютно можно рассмотреть. Там, получается, прописан сим ДПС, и я просто взял его коэффициент и вписал. Ну, по-моему, это весьма умно. Самое главное думать так, что это умно, а результат итоговый, самое главное, чтобы тоже был хороший. Ну, вот такое вот скрытие для ДК весьма, на самом деле, полезное и приятное. Спросив в ВК-группе у людей, что упадёт мне для ДК, двое из трёх человек написало, что релик. Хм, они были правы. Мда. Молодцы, на самом деле. Верят в меня и... Спасибо им. За это. Всех вам благ, счастья, здоровья. Извините за варлока, то, что случайно зашёл на него и потратил ваше драгоценное время. Берегите ноги, не болейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok